Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале. У нас сегодня интервью, интервью с Андреем Верниковым. Мне очень нравится подход Андрея, он общается с очень многими людьми, которые в рынке проводят очень много времени. Андрей, расскажи также о себе, я скажу, что основная цель, почему я тебя пригласил. Многие задаются вопросом, во-первых, что на твой взгляд сейчас являются хорошими инструментами защиты от инфляции. Второе, насколько привлекателен рынок акций российских в настоящий момент, какие сектора экономики наиболее интересны на твой взгляд сейчас в качестве объекта инвестиций. Немножко о себе хочу сказать. На фондовом рынке 96-го года первый год вообще не занимался акциями, занимался только векселями взаимозачетами в таком маленьком премьер-банке, который сейчас уже сгорел. Там ни одной сделки мы не провели. Вот мы год что-то прыгали, бегали, мы далеко были от городственных дорог железных, которые векселя выпускали, мы были посредниками. Но я потом понял через год, что это полный ерундень и уже стал больше заниматься акциями. Разные банки были. В основном я был либо трейдером, либо аналитиком, либо начальником электрического отдела. Сейчас я называю собственные проекты. Здесь вот как раз таки хотелось бы к тебе обратиться как мастеру на основе твоего бэкграунда. Мы отложим, наверное, в сторону вопрос, связанный с тем, что ставки депозитов привлекательны. Это и так всем понятно. Краткосрочное планирование. Следуйте 10 лет. Все-таки вот если убрать всю ту пену, которая всплывает во времена турбулентности, которая закрывает глаза на реальные вещи, которые действительно важны для долгосрочного прироста капитала, куда бы ты смотрел в отношении России? Я думаю, что проблема аналитики текущей в том, что аналитики, они, ну и я в том числе, экстрополируют текущую ситуацию. То есть пытаются как-то выстраивать какие-то ряды прогностические. И там, допустим, 3, 5, 8 и так далее. Но сейчас мы подошли к каким-то фазовым переходам по многим. Поэтому могут оказаться в фаворе такие активы, которых мы даже и не думаем, что они будут в фаворе. Ну, например, банально серебро, допустим, которое никто не думает, кроме Джима Роджерса, условно. Что-то будет такие неожиданные вещи. А те, которые, мы думаем, особо ценные, они будут обесценены. Похоже на 91-й год Советский Союз. Многие считали, что самое ценное – это чешский хрусталь, это сервизы Мадонны ГДР, это ковры, книги ценные. Ну, золото, колечки, да. Но оказалось, что не все прошло проверку временем. Сейчас примерно так. Вот мы находимся накануне таких мощных фазовых переходов, что говорить о 10 лет просто не приходится. Фазовый переход – это когда сейчас это вода, а завтра это пар. Поэтому приходится держать много активов в надежде, что все они не сгорят, не класть все в чешский хрусталь, условно говоря, и все в книге. Поэтому я не отвергаю никаких инструментов абсолютно. Хотя я сам фанат золота, который ничего не приносит, как ты говоришь, процентный доход. Да, они приносят. И, может быть, даже изменится уклад, и золото не потребуется. Я еще, кроме этого, и биткоин покупаю. Много чего покупаю. Я понимаю, что широкая диверсификация не обогащает, это понятно. Но уж момент больно такой, как сказать, опасный момент для того, чтобы держать все в небольшом количестве активов только в акциях или только в облигациях. Все-таки, если попробовать назвать, например, топ-5 активов, много что можно сказать на короткий промежуток времени, но события меняются очень быстро. И здесь получается, что есть какие-то вещи, например, достаточно важные. Ну, опять же, например, то же самое образование. То есть мало кто рассматривает это как актив. Или начинают говорить, что под этой эгидой пытаются продать какие-то курсы очередные. Я полностью согласен. На первом месте это связи. Это тоже актив, который надо развивать. На втором месте образование. На третьем золотые монеты. Они у меня присутствуют, несмотря на все недостатки. Вообще у всех актив недостатки, что говорить. Есть у меня крипта. Вообще почему? Это попытка выйти из контура России. Есть русские акции. У меня основной упор на IT-сектор, на банки и нефтянки. Но нефтянки меньше, чем нужно. Пока. Но будем работать над этим делом. Облигации тоже у меня есть. Кроме высоковисходных, только ААА покупаю. Потому что считаю, что эта тема ОФЗ достаточно интересная, надежная. А ты где-то публикуешь информацию? Если ты дашь телеграм-канал мой, там я просто скрины даю и все. Скрины из своего портфеля. Но при этом. Некоторые люди думают, что я там зазываю на какое-нибудь там обучение. Или какой-то проект с автоследованием. Мне... Я чушь этим делам. Просто это вот личный взгляд. Я могу ошибаться. Я говорю, ребята, я там фанат Астры и Пятиф Технолоджес. Но я могу ошибаться. И поэтому, если пострадают, первым пострадаю и начнем с этого. Не могу не спросить. У меня один из ключевых направлений. Транспортная инфраструктура. То есть история, связанная там тот же самый ДВМП, ФЕСКО, НМТП, стратегия развития северного морского пути и все, что с этим связано. Кто выступает хабами. Совкомфлот, то та же самая история. Ну, то есть я это обосновываю в очень простой истории. Да, у нас сейчас высокая вероятность того, что полыхнет, например, где-то в районе Персидского залива. Россия становится гарантированным, стабильным, безрисковым поставщиком логистическим, через территорию которого проходит взаимосвязь Европы и Азии. Что думаешь по этому поводу? Максим, честно говоря, у меня не такое большое сердце, что всех женщин любить и всех акций купить. Есть определенный список акций. Я считаю, что оптимально иметь 7-10 акций в портфеле. Дальше ты уже риски не снижаешь, а увлечиваешь технические риски. Потому что потом, в случае чего, закрыть это все будет большая проблема. Скорее всего, не будет работать приложение, и до брокернии дозвонишься, если, не дай бог, что-то случится. Вот поэтому мое сердце уже занято акциями. И, что немаловажно, в компании, которую я назвал, мне нравится получать информацию на встречах. На прошлой неделе было две встречи сектора IT кибербеза. Из трех ведущих компаний две встречались с инвесторами. Я там был, задавал вопросы, и мне это интересно. В данном случае ты говоришь интересные вещи, но я в тематику не погружен, в бизнесе не разбираюсь. Вот поэтому эта тема пройдет мимо меня. Сменим немножко горизонт планирования, уйдем в диапазон 3-5 лет. Вопрос, который многих будоражит. Объем денег физических лиц на банковских депозитах 50 триллионов, которые лежат в среднем под ставку 15%. Это получается 7,5 триллионов только процентов через год, которые поступают в финансовую систему. Во-первых, как ты думаешь, где банки зарабатывают эти доходности? Второе, соответственно, кто будет выигрышем? Потому что действительно инфляция такая вот больная точка, которая сейчас много вызывает вопросов. Ну, мы с тобой в банках работали, мы знаем, что там есть разное управление, например, валютное, МБК. Каждый раз там то одно выходит по доходам вперед, то другое по доходам вперед. Надолго ли так будет складываться такая ситуация? И, кроме того, банкам иногда нужно фондировать, иногда не нужно фондировать. Это все, если говорить на 5 лет, что будет, я понятия не будет, вот как они будут чувствовать себя в течение именно 5 лет. Но на данный момент я вижу банки, которые мне интересны по фундаментальной оценке. Если говорить про метод двух кругов, самый простейший, то есть мы очерчиваем круг фундаментальный, технический, то как раз вот по первому фундаментальному кругу есть банки, которые мне интересны. Поэтому я стараюсь на падениях их выкупать. Но это не гарантирует, что, допустим, потом мне потребуется мономотив доточенности капитала увеличить. Или, как вот вчера сказали, кто там у нас выступал. Мы против нового целевого взноса страны банков. То есть ситуация может меняться, банки могут зарабатывать на совершенно разных инструментах за 5 лет, как ты говоришь. Но на данный момент я вижу, что те, кто чувствует себя устойчиво. Поэтому если уже есть аллокация на акции, то нет смысла мне мимо банков проходить. А какие банки смотришь? Чем можно поделать? Да. Два подхода. Вот есть уровни, это техника больше, да? А есть подход фундаментальный. Вот я вижу растущий бизнес, можешь не согласиться со мной, допустим, Сбербанк, это растущий бизнес. Софткомбанк за счет поглощения других банков тоже растущий бизнес. Вот. Мне это интересно. Потом, когда он будет тагнирующий, мне это будет уже неинтересно. И вопрос тут не в уровнях. Вопрос в перспективах. Вот. Если ты вижу перспективу, что бизнес развивается, пускай лежит. Лежит, лежит и все. А на какие там уровни я особо не смотрю, если честно, с точки зрения техники. Занимался ли спекуляциями? До какого времени занимался спекуляциями? Что такое произошло в твоей жизни, когда произошел переход вот это от спекуляции к инвестициям? В году, в 98-м, у меня была такая интересная тема, что мне можно было брать плечо 1 к 100 на фондовом рынке. В это мало кто верит. У меня были такие уникальные возможности. Но это был не Форекс. Вот. И надо было только закрывать каждый день. Каждый вечер надо было закрывать это плечо. Ситуация была так поставлена, что где-то у меня деньги кончались на второй-третий день. Я заводил, деньги кончались. Ну, потому что 1 к 100 – это жестко достаточно. Правда, счета были небольшие. Так, счета 3 у меня сгорело, счета, да, когда деньги кончались. А до этого у меня были определенные иллюзии, когда я пришел на фондовый рынок, общался с разными людьми, которые тоже говорили, что все очень просто, что можно каждый день на карточку Альфа-банка с Альфа-директора вводить деньги и с этого жить. Каждый день. Я подумал, что это не так все просто, что это зона высокой конкурентности. Стал изучать и понял, что внутри дня спекулировать – это примерно как стать олимпийским чемпионом по сложности. Поэтому мне это подвигло в трейдинг, но, так сказать, количество сделок меньше. Ну, дальше, если вспомнить из ярких, я принял участие в чемпионате трейдеров Альфа-банка совместно с третьим каналом московским. Там победителем этапа стал под ником «Бойфренд коровы». Там было бешеное количество сделок. Ну, понятно, что это путь в никуда, потому что тебя потом никуда не возьмут. Ликвидность – это все ограничено, ты упираешься. Ну, ты же пойдешь в банк и скажешь, я победитель конкурса. Вот с таким количеством сделок скажешь, что дурак, нам такие не нужны. Потихонечку я понял, что это разрушает нервную систему, и может получиться так, что выиграешь какую-то копеечку, но у тебя вот руки так будут трястись, и на лечение потребуется миллион рублей. Поэтому я стал более спокойно к этому относиться. Я так, в конце концов, пришел к тому, что оптимальная стратегия для меня в нашем рынке – это раз в 4-5 лет ждать паники, обвала. Обвал – это, по-моему, 50% плюс по рынку акций. И брать акции на обвале. Остальное время покупать немножко златишка и облигации. Это когда? Какой год? 2005 год, вот так примерно, я окончательно понял, что нет такой истории успеха, чтобы человек из года в год, работая на активном трейдинге, получал стабильные результаты. Видел яркие вспышки и яркие взрывы, и все. Вот такая спокойная стратегия, да, то есть не дергаться, не ждать каких-то сверхвысоких результатов. Широкая диверсификация. Звезд с неба не хватаем, но и при этом на просадке чувствуем себя комфортно, и самое главное – имеем спокойный сон, и экономим очень много денег на восстановление нервной системы. Какой перформанс, ну, то есть какая прибыль к инфляции в этом случае получается у тебя в рамках твоего портфеля? Знаешь, вот в каждой книжке, хорошей по трейдингу, часто в конце есть результаты лучших трейдеров мира. Ну, 23-25%. Ну, я говорю среднее, потому что у них бывают убыточные года. Вот с помощью такой стратегии можно вполне реально выйти на эти цифры. Поймите. Это номинальная доходность или реальная доходность? То есть мы из этой доходности должны вычесть инфляцию, или это с поправкой уже на инфляцию? С поправкой на инфляцию. Если это 9,2%, то эта стратегия позволит получить где-то в районе 25-35%. Да. Поэтому по методу двух кругов, пока идет вот, как бы, рынок когда-то растает, да, ты на попе не сидишь, а определяешь второй круг акций, которые ты купишь во время обвала. Как пример. Когда в прошлом году был Smart Lab конференции, как раз был марш Пригожина. И были торги выходного дня у Т-брокера. У меня был список акций, которые купить. Я в гостинице Петербурге стал вводить эти буковки, но приложение ТТ не работало. То есть оно теоретически работало, а до меня делки не проходили. Но в любом случае, если не дай бог что там, как, список акций, которые буду покупать, у меня есть. Ну, я тоже могу свою историю рассказать. Как раз таки это объявление о спецоперации. Несмотря на то, что я диверсифицировался, да, то есть у меня и в открытии счет, и в Тинькове получается счет, и в БКС счет. Рынок падает, и я захожу туда не для того, чтобы продать, потому что мне страшно, да. То есть у меня действительно есть акции, которые я готов купить. Меня просто в приложении не пускают. Звонишь на горячую линию, вроде бы премиальное обслуживание, есть там, я не знаю, какой-то личный брокер. Линия занята, просто невозможно туда дозвониться. Ты купить вроде бы хочешь. И не получается, да. Потом просто закрытие биржи, и все. Потом, когда отчеты смотрел, биржи, небиржевые сделки, там даже при закрытии торгов, я видел, очень много проводилось. Ну, ладно, это отдельная история, специфика российской. Вот, Катя, я все время говорю, ребята, что нужно иметь два брокера минимум. Во-первых, для того, чтобы парировать, если у вас застряла заявка, вас не в ту сторону тянет, не в ту сторону. Вам нужно симметрично другую позицию открывать, чтобы 0-0 сделать, да. А во-вторых, когда они срабатывают, слава богу, сейчас можно быстро перекинуть деньги на брокеров, это делается мгновенно, вот, чтобы можно было у кого-то купить. Мы называем это эффект штанги, да. То есть, попробуй там весь груз нагрузить на правую или только на левую часть, и попробуй это поднять. Сколько сил, средств ты на это потратишь, и сорвешь себе спину. Самое оптимальное, это когда штанга есть. Причем во всем. И в управлении валютными рисками, и управлении процентными рисками, диверсификация инвестиций во внешний контур и внутренний контур российский. Спасибо большое. Есть что-то еще пожелать нашим подписчикам? Что-то сказать такое напутствующее? Я думаю, пожелаю хорошее настроение, потому что хорошее настроение – это очень важный инвестиционный ресурс. Спасибо. Всем хорошее настроение. Подписывайтесь на YouTube-канал к Андрею. Также разместим ссылку на Telegram-канал. Сразу говорю о том, что и Андрей это проговорил. Это не какие-то сигналы, это не история автоследования. Делимся своими мыслями. Честно по себе скажу, что когда начинают общаться трейдеры и начинают показывать какую-то сверхвысокую доходность, я говорю, рано или поздно, все равно, это элементарная ошибка выжившего. Да, есть какие-то выдающиеся результаты про ошибку выжившего. Очень круто и классно уносимо Талеба написано в книжке «Черный лебедь». Тоже, соответственно, прочитайте. И это еще раз к вопросу о том, что долгосрочные инвестиции, покупка будущих денежных потоков и реинвестирование этих денежных потоков это гораздо выгоднее и спокойнее для человека, нежели чем заниматься спекуляцией и трейдингом. На связи был Максим Петров. Пока-пока, удачи, мы увидимся на канале.